Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Мортит. Мы продолжаем погружаться во тьму. Проходим The Darkness 2. И сейчас нам надо подняться в спальню Джеки. Чем, собственно говоря, и займемся. Вкратце об истории. Джеки обладает сверхпособностями, и у него много врагов. Вот он, Джеки Эстакада. Красавчик. Ну, мужчина такой винный, такой, прямо харизматичный. Только не горбься, парень. Сука, покажи свою мощь удаль стать. Унаследовал он свои темные способности, как я понял, от отца. Блин, богато живете, сука? Ну, а еще бы, мафия итальянская. Нормальненько все так у них, прям. Вообще хорошо. Вот это, вот это, вот это, вот это. А, да. Сука, батоны судьбы. Мда. Не знаю, что-то здесь не так. Похоже, он свихнулся. Ты думаешь, что босс псих? А ты нет? Я псих? Что ты сказал? О, здорово. Хорошо выглядишь. Джек, если что нужно, только скажи. Да. Ну, смотрите, суки. Если что, я вам потом покажу. Нифига они вообще оборзевшие. Прогнался. Да заткнись ты, педик. Ты, сука, оху. Вы у меня оба узнаете, что к чему, понятно? Вообще оборзели. Я рядом, они меня обсуждают. Сэр, может вы поговорите с господином Дольфа? А соседи опять жаловались. Да кто же это на такое пошел? Я так рад, что вы в порядке, Дон. Да? Вот именно, я здесь, Дон, сука. Бойте с меня. А что случилось? Что тут соседи-то? Что с соседями? Не понял. Что за нагиб? Какие косячки вдруг? Я не пойму. А, снова здесь, мастер Джеки. Да, это я, я здесь. Спальня. Нам надо подняться в спальню. Ну, собственно говоря, если подняться, то наверх. Нифига. Вот это интеллектуал, сука. А как он сказал-то, а? Какая речь? Да. Ну что, Джеки? Покажи-ка мне, где твоя спальня? Судя по всему, вот здесь, да? Оно нет? Не понял. Наверное, здесь. Или нет? Непонятно. Ну, по-любому, где-то здесь, наверху это. Раз сказали подняться. Мы поднялись. Слава богу, оно вернулось. Оно? Знаешь поговорку? Не лезь быку на рога. Так вот, свяжешься с Джеки, мало не покажется. Эти зубатые штуки к нему вернулись. Что, можно сказать, символизирует? Не вздумай до нас докапываться. Это я к тому, что он без этих штуковин никогда не стал бы так быстро во главе семьи. Вот, что я думаю. Ну, задонатил. Ну и что? Что теперь из-за этого гнобиться? СМ, Лео. Привет, босс. Как раз о тебе говорили. Я рад, что к тебе вернулась сила. Давай покажем этим уродам, где их место. Непременно. Он не знает. Мы готовы начать хоть сейчас, босс. Такая сила, она ведь имеет оборотную сторону. Она поглощает нашего героя. То есть сила это знаете, не только дар, но и проклятие. Потихоньку наш герой становится демоном. А, вот она наша спальня. Нехилая такая, вообще нормальная, да. Ну, Джеки хорошо устроился. Неплохо. Шампусик. Такая джакузи. Вообще молодец. Красавчик. Да. Можно побарахтаться. Можно девушку привезти сюда. Так чепонько. Душевно. Да. Сегодня я опять тебя видел. В переулке. В метро. Это было почти наяву. Как будто ты и в самом деле была там. Не изводи себя воспоминаниями. Тетушка Сара. Сарочка, здравствуйте. Дженни бы этого не одобрила. Меня пугает, насколько ты похож на отца, на Карла. Он все тяжело переживал. Сколько можно повторять, тетя Сара? Все хорошо. Ты не умеешь врать, Джеки. Иногда я как будто вижу ее. Как будто... Как будто она жива. Она умерла, Джеки. Дженни нет уже много лет. Да, я знаю. Тетя Сара, спасибо за заботу. Но я в порядке, правда. Просто голова сейчас забита, и все. Ну, хорошо. Но если ты вдруг перестанешь бояться говорить об этом, загляни ко мне. Ну, раз на то пошло, давайте поговорим. Что значит, я похож на отца? Я любила его. Карла все любили. Такой уж он был человек. Но перед тем, как... Но перед... Перед смертью он очень переживал. И эти переживания свели его в могилу. Я не хочу, чтобы так случилось и с тобой. Переживания? Это... Это не важно. Ты просто научись забывать, Джеки. Жизнь продолжается. Живи. Хм. Живу, тетя Сара. Живу. Такого лжеца я в жизни не встречала. А я росла среди воров. Хм. Я должен сказать, что вижу призраков? Я не верю в призраков, Джеки. Но я верю в навязчивые идеи. Ты просто обязан встряхнуться. Точно. И почему вы всегда правы? Это возраст, малыш. Давайте поговорим позже. Да, заходи ко мне. Да, тетушка Сара, так и наш человек. Шает по жизни. Блин, у девчонка у него реально приятная была такая красивая, да? Вот она, изнанка бандитской жизни. Казалось бы, все хорошо у людей, все у них есть. Но близкие погибают. К сожалению, так и есть. Для них, к сожалению, это точно. Мне приходилось знать таких людей, тоже вот таких, состоятельных, все, и тоже вот с такими трагедиями. За все надо платить в этой жизни. Да. И не только за донат. На донат обязательно. Так, поговорить с Винни в Атриуме. Здрасте, босс. Ну, здравствуй. Ну, так что? А что, нормально все? Ты должен найти кое-кого. Джонни Пауэлла. Он живет у моста Квинсборо. Найди его и привези сюда. Джонни Пауэлл? Это не тот парень, который помогал тебе справиться с твоей штукой? Он псих. Кстати, а что с ним случилось? Неважно. Он мне нужен. Привези его поговорить. И еще. Можешь с ним не церемониться? Как скажешь, босс. Пошлю за ним Эдди и Фрэнка. А, да. Джимми ждет тебя в конторе. У него есть наводка на этих козлов. Спасибо. Не за что, босс. Ясно. Я пошлю Эдди и Фрэнка за этим Джонни Пауэллом. Говори, если что еще нужно. Хорошо. Встретится Джимми в кабинете Джеки. Фига у нас тут спальня, сука. Личный кабинет. А вот и Джимми, да? Расто ты цел и невредим. Это тот самый взрыв, помните, да? В первой серии. У меня есть для тебя сведения, босс. Вот это жуба. Да. Винни сказал, тебе опять вернулась эта штука. Очень вовремя. Говори, что ты нашел. Наш официант смог опознать одного из налетчиков. Парня зовут Свифти. Свифти? Слышал о таком. Он держит покер в заведении на 73-й. Хех. Я с ним не знаком, но горю желанием познакомиться. Я сказал Винни собрать парней. Когда будешь готов, ты только скажи нам. И вот у нас уже есть зацепочка. Некто Свифти был узнан. Один из налетчиков. А что касается их главаря, вот это реальная загадка. Кто этот хромой человек? Джеки, свистни, как соберешься. Эй, Джеки. Может, навестим этого засранца Свифти? Давай. Руки чешутся. Отлично, босс. Понеслась. Все, сука. Давай. Сейчас будет как в крестном отце. Понеслась. Быстро и четко. Будете знать, гады. Открою вам секрет. Когда я был ребенком, я до смерти боялся темноты. Я всегда знал, что там что-то есть. Оно затаилось в сумерках. Тетя Сара считала, что я не глуп. Она говорила, Джеки, либо ты подчинишь свой страх, либо он тебя. И я старался, поверьте. Старался. Каждую ночь. Я прятался под простынями. И старался убедить себя, что там ничего нет. Что это иллюзия. Слава богу, я вырос. Да да, только плохо, что тьма стала твоим другом. Это может плохо для тебя закончиться, друг. Фига себе, вообще тачка нормальная. Джеки, руку помощи не протянешь. Док сказал, мне нельзя поднимать тяжести. Ну тогда проблем возникнуть не должно. Эй, Джеки. Шутники, да? Ну как, ты готов к делу? Да. Просто скажи, куда идти, Джимми. Свифти был в ресторане перед нападением. Он держит приличный покерный клуб в заведении за углом. Пойдем. Это район Свифти, Джеки. Нас здесь не слишком любят. А внутри нас ждут ребята с Вифти, которые нам точно не будут рады. Ну, мне плевать. Славно. Я не собирался с ними любезничать. Скажи, Винни, пусть парни перекроют выходы. Отсюда никто не выйдет, пока я все не узнаю. Молодцом, Джеки. Джеки, вот вы где. О, здравствуй, Джеки. Здорово. Классные туфли. От берлоги? Нет, от берлоги, сука. А ну, заткнись. Ага, все. Мы снова в форме. Вот главный наш напарник. Тебе как звать-то хоть? Слышишь, красавчик. Ну-ка, издай, хоть на посмотрю поближе. Котяра у него на башке. Это да пипец. Гнутый, красава. Я тебя обожаю. А что это на тебя? Британский флаг? Британский флаг? Фига ты даешь. О. А ну-ка. А ну-ка. Во, у меня сущностей-то много на самом деле. Бой без правил. Подбрасывать врага в воздух и резко удалять его от земли. Это мне не нужно. Это мне пока не надо. Не-не-не. Вот так давай. Так, мы... При убийстве врага с помощью вампирской казни дается больше здоровья. Огай, нажмите, чтобы выполнить вампирскую игру. Посмотреть немного здоровья. Это круто. Это что у нас? Магазины и обоймы для всех видов оружия. Согласен. Вот это я развею. Здесь у нас что? А тут слишком много сущностей надо, да? Обращение ускоряет перезарядку всех видов оружия. Мощная помпа. Блин, тут для помпы вообще до хрена всего. Да, душевно. Вот это я, наверное, пойду развивать потом. Все, пока начни. Надо больше ничего. Ну что? Хватаем и заходим. Или нет? Нет? Ладно. Да, давай, давай. Ладно, дрянь. Заткнись и покажи, что ты умеешь. Ох ты, сука. Ха-ха-ха. Сосница точно, правильно говоришь. Конец. Он меня схватил. Помогите, не подпускай. Да. Так оно и бывает. Опаньки, деточка. Да. ХП восстановлено. Ну ладно, ладно, что ты. Не так уж и страшно, сука, все было. Да? А мне нормально. Так. Хэтшот, дедка. О, двоих сразу. Вообще нагиб. Видели, да? Я двоих сразу завалил. Вот. Да ладно. Ну что ты? Ха-ха-ха. Ох, падлы. Этот бухает там. Хэтшот, дедка. Югят. Ум-м-м-да. Я тут бьюсь, этот бухает. Апух, да? Веди себя нормально, сучка. Хм. Негодяй. Товарищ, значит, в состоянии нехорошем, под угрозой. Что? А. Бабки. Бабки нужны. Так. Все нормально. Сейчас поднимемся, посмотрим, что у нас тут наверху есть. Да ладно, сейчас и вас перебью. Не надо паники. Ах, вот он ты какой, северный олень. Мне пофигу, что тебе больно. Ах ты, сука. Готов. Все, захавали и нормально. Готов. Да мне пофиг на него. Сейчас мы его поймаем. Куда он денется? По идее, тут все перекрыто. И наши товарищи его не пропустят никак. Прижмите его и стреляйте, пока наверняка не сдохнет. Блин. Не ваншотит. Антихед или что у него? Боевой может стоить. Нож магма шлем. Я не знаю, что это. Но крепенько, крепенькие такие, пацаны. Ай, в жопу вас, суки. Я иду, детка. Да! Танкуем. Раш, 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 детка. Вот так. Готово. Мило, я ничего не буду говорить. Реально, вот это было красиво. Что уж тут скажешь. Так. Я же нашел патрон для пистолета. Да. Получше стало явно. Вот так, детка, да. Так, у нас сущностей, кстати, ребят, очень много. У нас реально очень много сущностей. Мы сейчас можем развить. Развить и развить и развить. Вопрос, куда двигаться? Пистолетом? А это что, кстати? Это не надо. Двигаться по пистолетам или двигаться... А, мы вот как можем. Пистолеты тьмы. В темноте успеха пистолета повышается емкость магазина. Не-не-не-не-не, подожди. Я эту кнопку нажал. Так. Ускоряет перезарядку. А что тут еще есть? Пистолет, пулемет тьмы. Не, что-то пистолет, пулемет тьмы не очень ставили. В темноте у всех двигателей повышается емкость магазина. В темноте у всех штурмовых винтовок... В темноте, в темноте только... Строют разрывными... Пулями, да? А, тут то есть нету никакой четкости. Я могу просто накопить нужное количество и сразу вот это развить. А, ну тогда я прям вот это разовью, да и все. Единственное, может... Давай всех видов оружия ускорим перезарядку. Это будет полезно, я считаю. Это будет реально полезно. Так. Здесь. Оглушает врагов? Нет, не хочу. Чтобы изделить оружие силой тьмы. Нет, не хочу. А это что у нас? Ладно, потом разберемся. Ну, в общем-то, по-моему, и все, что надо, я нужное самое сейчас развил пока что, да? Перезарядка у меня, оружие быстрее идет. Сам я более нагибной. Готов. Падла. Готов. Все. Какая эстакада? Нет никакой эстакады здесь. Здесь все нормально. Вообще эстакаду не трогайте. Вон парень опасный очень. Тебя крышка оказал. Держи, махиста. О, нет. Сюда иди. Нормально все. Главное, сколько не нервничать. Зря он, конечно, замутил это все. Вот так. Я иду, иду. Не надо меня мартышкой называть. Мартышка это ты. Если что так. А. Нет, давай-ка вот так вот. Мне пистолет больше, честно говоря, нравится. Почему? Умный, сука, да? Не трогай Италию. Я пасту люблю. Не имеешь права трогать Италию. Да и пицца ничего. Тоже заходит. Вон Италию трогай. Не имеешь права, ссылка. Там вкусно готовят. Че это такое? А. Я уж испугался. Думал, я помер что ли от этого. Нет, я не мог помереть, конечно. Я же крутой. Так. Патроны. Это хорошо. Патроны нам реально сейчас нужны. Аккуратно, аккуратно. У тебя мозгов не хватит такое провернуть. Ты ослабел? И я решил рискнуть. И сейчас я закончу, что начал. Да брешишь ты все. У тебя покер, тебе там хорошо жил. Ты на кого-то работаешь. А что ты сейчас будешь делать, мразь? Да ничего, люли тебе давай. Эй, штука, пулем не пропуляешь. Не так надо. Да? Не боись жить. И я что-нибудь найду. Ты давай-ка находи поскорее. Бум. Ха-ха-ха. Эй, бантышка. Тут касс. Бум. Эй, эстакаду, лови. Ловлю, ловлю. Бум. Ха-ха-ха. О. Эй, бантышка. Тут касс. Балоны. Бантышка. Давай. А, вот урод погадай. Не очень, да? Ха-ха. Давай. Ты все заплатишь эстакаду. А, да куда там ты что шутишь, что ли? Хорошо, пошел. А, тут свет, свет. Нас на свету-то я в нас в проблеме. Я застрял. Отлично. Мы снова. Я не знаю, где там застрял. Ух ты, какая штука-то мерзкая. Сильно, сука. Бьет вообще сильно. Во, молодец, наконец-то. Я уже долбался ждать. Во. Да мне плевать на тебя. Ух ты, гад какой. Пальцем в жопу ты попал. Вот так вот. Я так просто не сдохну, поверьте. Не хочу. Ну, 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 живи, живи, живи. А че ж ты помер-то? Че он их не хватает, сука? Я хочу он ее слухать. Мой сосуд. Какой сосуд, сука? Сейчас, сейчас, сейчас сосуд, сука. Вы тут все сосуд сейчас у меня. Не пропуляешь, не так надо. Не боись, Джейн, и я что-нибудь найду. Давай быстрее. Бинго. Быстрее. Уинго. Понял. Давай. На тебе. Э, да ты че? Как так-то, сука? Я же вроде вовремя. Живее давай. Ты такой медленный. Карлик нос. Живее ищи эту херню. Гнутый скорее. Винтрабл, сука. Давай. Это меня так просто не возьмешь. Я тут, сука. На тебе, гондон. Вот так. Сердечко мое, сука. Я тут главный. Вот. Ты при родах вообще застрял, упыль. Ух ты, гад. Вот так. Попалась, сучка. Ты хочешь получить армию? Собаки, собаки, если нет. Собаки, собаки, стреляй. Собаки, подари. Ууу, не повезу. Вот так вот. Ой, извини. Ууу, не повезу. Вот так, детка, да. Я тут гну. Да не знаю, еще, не еще. Ты видишь, еще. Вот так, сука. Да, бля, как от него увернуться? Я же, сука, вроде пробегаю. Он что, увернуться не может? Ух ты. Готов, сука. Мое. Ух ты, бля. Урод. Я тебе дам, блин. Вот так, молодец. Все. Ой, жопа. Вот так, детка. Давай, давай. Бежим, бежим. Плевать мне на твою сталь. Давай. Лови, сука, наконец-то. Ты меня задолбал. Противный гад, а. Я знаю, я молодец. Я задолбал. Сука, с ним воевать. Эдшот, детка. За все, сука. За все мои мучения с вами. Негодники. Накаляют меня. Реально накаляют. Смогли, смогли меня немножко. Пошел вон отсюда. Не, он, конечно, молодец, но... Он тоже какой-то такой. Противный. О. О. Вот ты, блин. Ты смотри. Не, ну свет, конечно, вообще очень неприятная штука для нас. Реликвия. А, это плюс 300, наверное, сущности, да? Хорошо. Побыстрее бы сущность набрать на это, на улучшенную мощь. Хочется. Да, 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 да. Ты, 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 ты. О, буки. Да. О, деточка, это супер. Привет, Заяц. Что так долго? Дженни? А ты что, ждал другую девушку? Посиди со мной чуть-чуть. Я бы угостила тебя пивом, но до завтра тебе же нельзя. Да. Давай, посидим. Похоже, я совсем рехнулся. Я отпросилась у Карла на твой день рождения. Он сопротивлялся, но... Я состроила милую мордашку, и он растаял. Он даже обещал испечь торт. Знаешь, я подумала, может, ты заглянешь ко мне, и мы вместе посмотрим кино? Алло. Земля, Джеки. Вы на связи? Дженни. Это сон? Да. Мы с тобой. Мы вместе. Тебе везет, парень. Обожаю эту песню. Идем танцевать, Джеки? Вот трусишка. Это же просто. Я верю в тебя. Да. И знать не хочу. Я каждый день думаю о тебе. Каждое мгновение. Я говорила тебе, Джеки. Ты ужасно милый. Просто послушай. Какие слова. Чудная песня. Чтобы ты была жива, это я должен был умереть. Джеки, сейчас мы вместе, и это главное. Я помню день нашей встречи. Ты помнишь? Другие дети дразнили меня. А ты нет. Ты. Карла вернется через час. Не хочешь заглянуть сюда на минутку? Дженни. Вот черт. Это все ложь. Оставь меня. Ты один, Джеки. Да. Нашел героя явно нелады бывают с головой серьезные. Мучает его воспринимание, конечно. Почему я вижу Дженни? Может ты псих? Попка у нее сота даже? Рот закрой с высоты, попка. Тебе-то какая разница? Будешь почти как танк. Да. Да свистки, ублюдок. Нет. Не бросай нас здесь с ним. Нет, нет, не убивайте меня. Ну что ты, дерька, ты что? Да, нафт ты устрался мне. Ты сам знаешь, мы выполняли приказы. Да, знаю. Я не хотел тебя убивать. Может тебя вот этим огреть? Да мне плевать на тебя. Мне плевать на них, я не собираюсь их убивать. Зачем их убивать, правда? Че мне не мешает особо? Че-то ползают там и ползают. И хер с ними, собственно. Беги, Свифти, у нас вся ночь впереди. Так, вопрос. Да, светлое это плохо. Где-то уйдет, дубина! Беси не любят свет. Я знаю, только... Как эту хрень выключить? Ага. А, все, понял. Темнота, это хорошо. А че, так нельзя было сломать? Он такой сильный, блин. А тут и без этого генератора надо. Бредово. Ну ладно. Ладно, пусть так будет. Да, ухожу, ухожу я. Сука, да тут свет повсюду. Я даже не знаю, как мне от него спрятаться-то. Только эстакаду никто не остановит. Хэдшот тебе за это, негодяй. Вот оно. Вот в чем дело. Ну, как я понял... Наш герой, как бы, днем вообще обычный человек. То есть, днем воевать ему вообще не вариант. На всякий случай. Вдруг придется возвращаться тем же путем. Я ж не знаю. Нашему герою днем воевать точно не стоит. Вообще не стоит. Это боком выйдет. Только ночью, только во тьме. Когда тьма в наибольшей силе. Мда. Так, подожди, мой хороший упырь. Где, 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 где? 1180. А сколько у нас там надо на штурмовые винтовки и дробовики вот это? Стреляют разрывные пули, которые наносят больше урона. Чуть-чуть еще осталось. Еще чуть-чуть, и мы сможем разрывными... Тихо, 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 тихо. Нет, все. Мы сможем стрелять разрывными пулями. Это меня радует. Потом, может, что-то на пистолеты улучшить? Я даже не знаю. Надо подумать. Да варили дерьма, а мне разгребать. Ну, спасибо тебе. Эй, куда это с вифти помчался? А крен ли я знаю? Может пожар? Я не виденька. Почти ниндзя. Покурить, что ли? Мне тоже. Дай одно. Я тоже. Ага, тут вообще у меня все способности пропадают. Все, заметили. Ладно, можем больше не прятаться. Никакого, сука, стелса не выйдет. Ха-ха, барбекю, сука. Люблю такое. Реально барбекю. Хорошо придумали. Готово. Вот они, сука, фокусы. Видел как, да? Вот это мои фокусы. Вот это я умнее. Готово. Света больше нет. Мы можем пройти. Есть. Так, ну, патроны мы хотя бы пополнили. Что у нас по дробошу? Дробошу тоже нормально. Все, патрончики есть. Да ты смотри, какая жаба. Не выходи на свет. Не умничай. Вот. Видели? А, это наш этот товарищ подсвечивается. Гоблин этот. Калаш, сука. Мое. О-о-о. АКМ. АКМ, детка. Это ж сила. Подожди. Так я не хочу. Я хочу, чтобы это... Чтобы и дробаш у меня был. И все было. Так возможно? Не возможно? Как невозможно? Да вы шутите? А если вот... А, только одно оружие мощное можно с собой носить. Ну, не знаю. Пусть калаш будет с собой, да? Попробуем, что я себе калаш представляю. Что? Не выходи на свет. Бля, не видно вообще света. Непонятно где он находится. Вот из-за этого эффекта. А, вот он. Как бы все настолько размывается, что наш герой вообще шлипошара полная становится. Давай, 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 давай. О-о-опаньки, есть. Вот. Да знаем, знаем, знаем. Все это понты. Чего? Я спросил. Ты слышал, Джор? Хэдшот, детка. Ю, я от Оунда. Вообще, вот это вообще очень душевно было. Есть. Не-не-не, это сомнительно, сука. Готов. Тоже готов. Ты смотри, какие вертки. Ребят. Вам, сука, акробатами надо будет, цирками. Цирки. Ну, я не знаю, прям двигаются, но очень хорошо. Так что я, хрен, попаду. Лучше, чем большинство игроков в мультиплеерных шутерах. Слушай, а ну ты сейчас руку пай! Вольно! Я туда не полезу! Тихо. Вот, черт! Готов. Блин, ну хорошо сделали. Вот хэдшоты прям, ну очень нормальненько так. Прям, знаете, от души, от души. Хвалю. Вот реально хвалю. Вообще мне очень нравится, конечно, здесь экшен. Экшен просто фантастический, ребят. Кто не пробовал, попробуйте. Вам понравится, серьезно. Прям так вот, заходит. Ух ты, сука! Тихо, подожди. По поводу сок потом продолжим. Давай-ка мы, наконец-то, увеличим мощь нашего вооружения. Да. Необходимо меня ружье тьмы, чтобы зайти... Ага, все, ружье тьмы. Вот это, да? Дробовик тьмы. Ружье тьмы. А, вначале надо дробовик тьмы прокачать, да? А мы можем его без вот этого? Да, можем. Короче, вот здесь, потом сюда, потом сюда. Как-то так получается, да? Угу. Все ясно. Значит, дробовик тьмы, ружье тьмы и разрывные пули для тяжелого оружия. Все. Согласен. Блин, ребят, ну калаш оказался круче, чем я думал. Он даже покруче будет, чем дробаш. Дробаш хорош? Ну, для него не так много обычных патронов. А здесь, если выцеливать по головкам, то вообще душевно идет. Найти путь на погрузочную площадку. Да найдем все пути, не вопрос. Так. Нам явно не сюда, да? Да, нам не сюда. Вот оно. Есть. Мы снова в деле, детка. Готовы. А мне пофигу. Такого как бы обычного хрена. Опа. На кусочки. Да. Ай, хорошо. Тоже готов. Блин, побольше патронов бы найти. Побольше, побольше. Так, чтобы прилично их было. У меня 29 осталось. А я хочу снова, чтобы полтинник был. Это было бы очень кстати. Да что свет, свет. Чем тебе свет не нравится? Нам сейчас свет не особо-то и мешает на самом деле, если так разобраться. Потому что я в основном хедшоты раздаю. Как бы тут свет, не свет. Если когда сильно засвечивает, тогда да, да. К а так не мешает мне. Вообще нормально без него. Если ты очень с ними нормально. Все. Считаю 50 патронов. 89. Охрененно. Вот это я и хочу. Мне пофиг на Уолл-Стрит. А это уже плевать. Мне все, что нужно от тебя. Кто эти люди? Скажи, падла. Не слышишь, что я говорю? Не, я не буду брать дробаш. У меня он нафиг не усрался. А есть навык, который позволяет два тяжелых оружия с собой таскать? Это было бы очень круто. Не, микро-узи тоже не хочу. Все, у меня все, что надо, у меня есть с собой. Где ты, Свифти? Джеки, послушай. Меня заставили. Если бы я отказался, они нас не пожалели. Они ненавидят тебя. Вообще плевать, кто тебе там что. Не надо отмазываться. Ты будешь нагнут, потому что это справедливо, сука. И все. Но вначале ты мне рассказываешь, кто где и почему. Мамма миа, Джеки. Они все о нас знали. Они вправду могли нас уничтожить. С ними что-то не так. У них даже глаза, как у психов. Как у каких-нибудь долбанных сектантов. Так поздно отмазываться. Теперь ты мне все, сука, скажешь. Кто они? И откуда? Вот так. Все мне расскажете, Зады. Когда вначале я хотел поговорить, вы на меня нагибать стали. А теперь, типа, извини, Джеки, так получилось. Нифига не катит, сука. Это дешевая отмаза. Вот так. Вот так. Ха-ха-ха. Не очень, правда? Я тебе результаты испорчу. Ничего я не испорчу. Он еще дурь. Я тебя давно уже подкрепить мечтаю. Так. Все. Барбекю, сука, готово. Сочно прямо, со специями. Готов. Ну что, Свифти, давай уж. Пришло время говорить правду. Это все похоже на балабольство, дорогой мой. Ты что-то знаешь, и ты мне это скажешь, я тебе обещаю. Падла. Ты скажешь мне все. Где эта штука? Все. Джеки, это все, что я знаю. Нет, так не катит, сука. Мне должна была блонтельная информация. Не знаю. Сейчас ты узнаешь. Ты сейчас все узнаешь. Иди сюда. Ну говори, негодник. Во! Во, наконец-то! Ну, рассказывай. Думаю, это какой-то тайный клуб. Ну, что-то вроде. Они дали мне полный конверт кэша. Их босс, начальник или кто он там. Я встречался с ним в борделе в клубе Бримстон. Знаешь, говорю тебе, эти парни просто... Эй! Ты что делаешь, сука? Джеки! Ты гнусный ублюдок! И что, сука, творишь? Он был нужен! Он не все сказал! Это слякоть! Когда тьма подчиняет тебя, ты теряешь контроль. Ты не понимаешь, что делаешь. Не замечаешь времени. А потом, внезапно, ты как будто в кино. Смотришь фильм о собственной жизни. Ты и в зале, и на экране. Огромным как жизнь. Ты киногерой. И ты убиваешь плохих парней, разрывая их на куски. И тебе хорошо. Ты хорош. Черт, ты звезда. А потом ты понимаешь, что все остальные в зале кричат. Они смотрят фильм ужасов, где ты не герой. Ты чудовище. Эдди и Фрэнк уже прочесывают в Римстон. Да, новички притащили тебя, твоего Джонни. Он не горел желанием тебя видеть. Сейчас он дрожит со страху в задней комнате. Идем. Хорошо. Как по мне, этот тип смесь клоуна с бомжом, Джеки. Он не у моста Квинсборра жил, а под мостом. В картонной коробке. Бомж, короче. Понял. Леди и джентльмены, другие подруги. Интересная ситуация. То есть, получается, эти сектанты, которые, ну якобы сектант этот хромой, странный, он тоже что-то про тьму нес. Они как-то связаны с нашей тьмой. Потому что, смотрите, когда Свифти начал дополнительную информацию давать, как можно на них выйти, наши щупальцы его убили. То есть, по каким-то причинам, ну как носитель, они не могут убить нас, но они препятствуют нам, чтобы мы получили информацию об этом закрытом клубе, об этих сектантах, об этой группе людей таинственной. И это интересно. Честно, как они между собой связаны? Вообще, как тут, сука, оно все замешано-то? Об этом мы узнаем в следующей серии. А может нет, может после этого. Ну, в любом случае, мы нашли еще одного человека, который сейчас почему-то бомж. И он, судя по всему, то ли он какой-то маг, то ли какой-то знаток. Как я понял, в прошлом он помогал нам заглушить тьму, как-то избавиться от нее на время. И это здорово. Но об этом в следующем серии, мы все знаем, сука, об этом нагибе, как оно вот сочно идет. А пока что, что я вам хочу сказать. Если вам нравится вместе со мной погружаться во тьму, нагибать всех прямо жестко, качественно, тут и там, полетел, бля. Немного ноги разлоились, сука, расстроились, разлетелись. Хедшоты вообще качественные. То ставьте лайки, яйки чешите. Лайки по желанию. Яйцо чесать обязательно элемент. Тьма никогда не завладеет вами. И ваши щупальцы всегда будут подчиняться только вам. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами во тьме.